Welcome, welcome, welcome. Очень долго у нас тут первый перерыв... Второй... не, первый перерыв между матчем Флайквестов и ТСМ был. В этом перерыве было интеллектуально-юмористическое шоу This or That. И в нем там обсуждали самых лучших танков, что лучше на синей стороне Пик Ордер, либо Супер Лиш, чемпионов, ну и так далее. Ну и из самого сильного танка разделилось мнение. Это либо Моукай, либо Чагат, они так и не пришли к выводу, но оба пришли к выводу, что Чагату нужен сетап, когда Моукай, по сути, нужны просто помощники в его начинаниях, если так посудить. Есть нормальный сап в чате для дуоку. Волозание фанбой спрашивает. О, Бьерксон. О, Бьерксон говорит, что главная проблема против команды Флайквест у многих команд возникает в том, что Флайквесты принимают решения, которые бы никогда вы не приняли решение. Попросту шатколы от команды Флайквест идут против всякой логики, и они за счет этого очень часто выигрывают много по золоту, обменивая то, что вы бы никогда не пошли обменивать. И Бьерксон говорит, что для него главная цель в этом матчапе против Хая не победить Хая один на один на миде, а предугадать, как будет мыслить Хай и как будет мыслить вся команда Флайквест. Ну, а статистику между этими командами вы видите 10-4 у команды ТСМ, 4-10 у Флайквестов. Мы, когда первую игру запустили, я вам быстренько статистику показал. Флайквестов, по сути, одна игра их отделяет от вылета из плей-оффа. Если они сейчас проигрывают игру команде ТСМ, эту или следующую, они больше не попадают в плей-офф ни при каких обстоятельствах, но все еще могут побороться за то, чтобы остаться в сезоне. А если мы зайдем дальше, глубоко в статистику, если я правильно помню, у Флайквестов есть очки. Да, у них 30 очков на самом деле, ребят. Гипотетически, они могут еще попасть в гаунтлит. А что нужно, чтобы попасть в гаунтлит? Смотрите, какая ситуация. Есть три команды над ними по очкам. Три команды над ними по очкам. Это Клауднайны, это ТСМ. Клауднайны и ТСМ попадут в плей-офф. Ну, скорее всего, очень маловероятно, что Клауднайны не попадут. ТСМ уже попали в плей-офф. Значит, они уже как минимум 20 очков заработают. Тут вопрос о том, сколько очков они еще больше наберут. Пиваны не попадают в плей-офф уже никак. Следовательно, 50 очков потеряно. И получается, флайквестам нужно, чтобы вот эти две команды, ЦЛГ и Дигнитас, прошли в следующий круг в плей-оффе и не дали новым командам попасть туда. Слушайте, они в гаунтлит могут попасть. Я сейчас вместе с вами считаю. Смотрите, какая ситуация. В гаунтлите будут участвовать три команды. Это будут либо Клауднайны, либо ТСМ. А, не, не получается. Фак. Не получается. Видите, это будет либо Клауднайна, либо ТСМ. Одна отсюда. И две вот этих, которые пройдут дальше, они по 40 очков заработают. А проблема флайквестов, что у них только 30 очков. И новые команды, которые попадут в плей-офф, если они пройдут первый круг, они автоматически перегонят флайквестов. Флайквестам нужно, чтобы какая-то из этих команд тоже не попала в плей-офф. Либо если попала, то вылетела в первом круге, но вылетела от Клауднайнов, либо ТСМ. Таким образом, не дав новой команде, попавшей в плей-офф, пройти дальше по очкам. Вы поняли, о чем я говорю? Ну, надеюсь, поняли. И тогда будет две команды по 30 очков. Я не знаю, как риуты это будут считать. Кстати говоря, я не знаю, какие правила при этих подсчетах. Ну, то есть, допустим, CLG-шники проходят в плей-офф, но вылетают от команды Клауднайн. У CLG будет 10 плюс 20, 30 очков. У флайквестов тоже будет 30 очков. Они обе займут четвертое место по очкам. А в этом... В гаунтлете играет по очкам команда номер 2, 3 и 4. А так как у нас будет две команды по 4, по 30 очков на четвертом месте, я не знаю, кто будет тогда играть. Наверное, та, которая выше заняла в Саммерсплите место. Но тогда у них шансов нет. Надо это в правилах будет посмотреть. Я сейчас, надеюсь, вам экран показывал, потому что вот так много обсуждал, и все. А, вы тут могли ничего не видеть. Не, вроде бы картинку показывал. Так, ууу, тут у нас зак остался открытым. Свинскерин его тут же себе забрал. И к этому заку был добавлен еще один подкидыватель. Но подкидыватель это Браун. Плюс Кейтлин еще осталась для дабллифта. Что-то как-то ТСМ вообще получили, по-моему, все, что хотели. Еще и Байф Рост нам показывает Барда, который не самый худший чемпион с Кейтлин. И он очень хорош против Джина. Ну, потому что может Джина в скульту отменять. Но подумали-подумали ТСМ и решили, что Браун у нас уже есть. Нам его достаточно будет. Никаких Бардов мы брать не будем. Ну, я просто так, ради фана вам рассказывал, что Бард хороший. Это не означает, что его брали бы. Шен будет у нас от Хаузера на топе. Свинскерин будет играть у нас на Заке. Бьоргсон на Синдре своей любимой. Кейтлин от Дабллифта и Браун от Байф Роста. Команда Флайквест добирает Рингара. Как последним пиком. Чагат с Рингаром и Арианой. Ну, стандартная комба Рингар плюс Ариана. Чагат это будет вместе с Трэшом единственными танками. Джин будет выигрывать мидгейм. Ну, слушайте, хороший такой сетапчик появился у команды Флайквест. У ТСМ лучше? Лучше. Но ненамного. Учитывая... Эрлигейм и мидгейм будет все решаться. Если не сможет пауэрспайкнуться Рингар. Быстро добраться до своих предметов. И он будет двигаться вровень с продвижением по золоту Зака. То, конечно, у Флайквеста все плохо. Потому что они тупо упрутся в ту ситуацию, где у Рингара не будет ни зубов. Ничего. Ну, вы понимаете. Если он не делает зубы, он не добирает себе дополнительный урон. И, соответственно, будет довольно бесполезен во всех лайтгеймовых тимфайтах. Но если он сможет наделать кельцов, даже не обязательно, что ТСМ будут по золоту отставать. Рингар все равно будет полезнее Зака. Особенно нынешний Рингар, который играет в Леталити. Привет тебе, Templar262. Что за задержка? Где задержка? Нет никаких задержек. Переходи на другой канал, если бы тебе на Гудгейме какая-то задержка произошла. А так, нажми F5. Ничего плохого нет. Просто на Ютубе я знаю, что задержка идет не больше 7 секунд. На Твиче я не удивлюсь, что не больше 10 секунд. А на Гудгейме я не удивлюсь, что сейчас там... Из-за зафоршенной рекламы, которую нельзя отменить никак, рекламу, вполне может быть задержка на Гудгейме заходить за 20 секунд. Игнорщик года, пацифист. Че ты орешь? Вот че ты орешь. Это плей-офф? Нет, до плей-оффа еще далеко. Я просто... Ну, как далеко? Это неделя плюс следующая. Две недели еще до плей-оффа. А я просто рассказывал вам про то... Могут ли флай-квесты попасть в плей-офф, если они сейчас проигрывают игру? У них просто 30 очков-то есть. Клауд-Найны с 30 очками прошли. Я просто помню ситуацию, где... Подождите, а может я неправильно считаю? Сколько там было гаунтлет матчей? А я неправильно считаю, ребят. Они могут попасть тогда. Они могут туда попасть, серьезно. Клауд-Найны же тогда играли 3 матча в гаунтлете. Значит, в гаунтлете участвуют 4 команды. То бишь, это участвует в топ-2, топ-3, топ-4, топ-5 команды по очкам. А в топ-5-то они попадают. Единственное, что их может не устроить, это если... Кажется, больше команд с 30 очками и больше... Ого, это, кстати, килл. Это Мун будет флэш. Через кушку он не задевает Хаузера. Хаузер замедлит сейчас Муна. Но тут впереди кусты. Мун дает кушку. Еще одну кушку. И кусты позволяют ему делать ферзблаты. Это первый зуб заработанной команды флай-квест. Вот это начало. Хороший старт для Ренгара, ребят. Вы хоть понимаете, какой это старт для Ренгара? Мало того, что Заку никто не пулил. Так еще и Ренгар зарабатывает себе ФБ. 400 золота с ассистом Болсу. Болсу достал и соточка с этого дела всего. И команда флай-квест сразу начинает мяукать. Ну, а что у нас на боте? На боте пока все по стандарту. Запушили очень быстро флай-квесты. Через Доран Ринг играет Вайл Тортал, как правильно. И играется джин в нынешней мете. Сегодня мы просто несколько джинов видели. И я удивлялся, почему в Европе их играют с чем-то с ботинками до сих пор. И тремя хилками. Хилки, которые печеньки. Они как бы ману тоже восстанавливают. Но все же ботинки не особо помогали. У нас будет на боте ганг? Нет. Это просто очень хорошая цепка по Торталу. Но Лемонешн дал в ответ Ешку и остановил. Хук, кстати, идет по дабллифту. Вообще дабллифта сильно поддамаживает Вайл Тортал. И Тортал прожимает хил. Срывается немножко Тортал. У нас здесь прожимает хил, как мне кажется, раньше времени. Хуай тут дамажит Бьерксона. Но при этом потеряет тоже хп. Из-за того, что Крипов протанкует. Байф Роста очень сильно продамаживает. Какие же злобные игры. А мы тут с вами гейро посмотрели, где ребята боятся друг другу дотронуться. Серьезно. Они такое впечатление, что какой-то пакт о ненанесении урона договорились в начале матча. Свершили. Только там на боте периодически какие-то сражения происходили. Здесь на миде обоих мидлейнеров по половине хп. Ну вот на топе никто никого не трогает. Сильно просел Булс по фарму. Ну, Шен. Странно, кстати, что так произошло. У нас тут ЗАГ собирается организовывать ганг. Хай всего этого дела не видит. Но когда увидел, отфлэшился. И минус саму универспеллу Хая. А что там по Рингару, который заполучил Пауэр Спайк? Ну, это я так сказал Пауэр Спайк. Мячик он себе купил. Ну, не мячик, а топорик. КДР добавил. Сколько Лимонейшн лет? Вроде 29. Мы же смотрели эту табличку с вами. Возрастную. Вроде 29. Он то ли 89-го года рождения, то ли 88-го. Как-то так. Роши тут улынчик от Баи Фроста. Через Баи Фроста от Лимонейшн. Вот что я хотел сказать. И Баи Фроста все приписывал к этому полуину. У нас Рингар проскочил. Он проскочил незаметно, ребят. И Мун оказывается на топе. Ждут они, когда Таун прожмет Хаузер. Хаузер догадывается, что что-то здесь не так. Кидают по нему кушку Боллс. Но у Боллса не хватает маны. Таун прописывает Хаузер. Пытается убить. Но не тут-то было. Рингар зарабатывает еще один килл на этом Шене. Шен становится 0-2. И тут же закупается по максимуму. Но у него нет телепорта. Поэтому он потеряет огромное стадо крипов на топ-лейне. Оу. Баи Фрост подтанковывает вышку. Пока, слушайте, жесткую доминацию Флай Квеста организовали в этой игре. Лейт Геймс, команда ТСМ. Это я уже сказал. Но там не сильно будет у них преимущество. Где-то 60 на 40. Это только из-за того, что у них сочетание 3 танка, 2 керри. Причем это керри не худшие. Ну вот проблема начинается у Хая. Но там рядом фонарик, на который просто Лемон кинул как щиток его. И Хай мог на него нажать в любой момент. Но Хай решил, что не стоит. Просто щиток есть и уже хорошо. Оренгар Джазака в лесу победит? Теоретически, да. Но проблема тут в другом. В том, что это разные чемпионы и разные у них схемы игры. Но мне вот нравится то, что Мун избрал добивать линию, у которой нету флэша. И сражался изо всех сил по ней. Сейчас нет хила на боте у Кейтлин. Теоретически Оренгар может на 6 левеле туда заглянуть. Но там будет у Шена ульта. То есть, понимаете, нельзя вот такие вещи тоже забывать. Шен очень часто будет помогать и ломать Ренгару всю игру. Хорошо, что тут прокастик опять по бою Фроста прошел. Сильно отстает по фарму на Медиариана. Но нельзя забывать, что ее часто здесь гангли. И реколы были неудачные от Хая. У Хая 6 левел, все равно он сейчас апнул себя. Лемон насил в кусты, кстати, он на вардах сидит. Но боя Фроста все равно подойти толка не может. Правда, боя Фроста сейчас переключается на Тортла. Но Тортла дает автоатаку, ускоряется, отходит в сторону. И продолжает дальше фармиться. Неудачно. Он мог заласкетить 4 крипов, а заласкетил только 2 из 4. Хорошая стяжечка. Но это стяжечка просто, чтобы запушить вейв и среколиться. Бергсон останется без ХП и уйдет под вышку, потому что танковать с таким количеством ХП, которое у него есть. Крипов он не сможет, следовательно, фризить линию не сможет. Такие ульты иногда можете проделывать. За многих чемпионов, ребят, кто не знает. Я так за Велказа иногда делаю, там за Люксу можно так делать. Если вам эта ульта не необходима, так конкретно. Мун у нас снова на топе. Кстати, вардов по-прежнему нет у Шена, чтобы контролировать эти переходы Муна. И вопрос о том, хватит ли урона убить. Но сам Хаузер прописывает таунт. Мун дает ульту, кидает Ешку и не попадает своей Ешкой. Правда, Хаузер все равно отфлешивался. Вот Мун, мне кажется, зря свою ульту потратил. Вайфроз цепляется здесь за крипов, но... Да, это минус Тортл. У него нет хила, сплошные ловушки. Хил, кстати, был, он его поражал, но через Игнайт этот хил толком не прожимается. Как же классно, Байфроз выпрыгнул на крипа, дал парочку кушку и парочку автоатак по Тортлу. После этого он попадал в стан, потом попал он в ловушку и выбраться оттуда не смог. И Лемону придется сейчас уходить. Лемон кинул фонарь, можно было ближе дать. Как дал, так дал. И сейчас у Лемона неприятности его станет. Свинскеллен подкидывает, и тут уже Бьорксон. Келец. 2-2 становится счет. ТСМ полностью отыгрывается в этой игре. И смотрим еще раз повтор. Прыжок на крипа. Автоатака кушка. Стан первый. Ловушка. И пинквард, еще говорят, был поставлен на латерн. Ну, на то, чтобы фонарь нельзя было нажать. Хотя, мне кажется, тут он все равно нажать не мог, потому что и сам Байфрост стоял на этом фонаре и не давал на него нажимать. Ну, что ж, команда Флайквест потерпела сейчас немножко на ботлейне. И, честно, это произошло из-за того, что Мун неудачно сделал ганг. Опять здесь у нас Хай дает ульту. Правда, на этот раз он ее дает такую, чтобы победить Бьорксона. Ну, крипов он даже не трогал из-за этого. Просто дал ульту по Бьорксону. Попытался пофрезить Бьорксона, кстати. Нашел там печеньки и быстренько восстановит себе хп и вернется на линию благодаря этому всему. Ну, а Хай себя почувствовал великолепно. И сейчас, кстати, может за это аукнуться ему что-то здесь. Нет? Нет, Зака здесь нет рядом. Рингар рядом, но помочь тоже не может. Повушки, фонарь, это так подло, да? Это на самом деле действительно классно. Ну, Кейтлин хорошо играет вот с такими чемпионами, которые могут прописать стан. Это Зайра, это Трэш, это Браум. Табличку можете посмотреть, там есть. Это тот же самый, которого зовут Барт. Про него я тоже говорил. То есть все эти чемпионы могут прописать стан на какое-то время издалека. И Кейтлин может сразу же ловушку давать вам под ноги. И получается ЧНЦЦ. Хоть ловушка и делает рут, вы автоатачить все равно можете. Но двигаться вы никуда не можете с этой точки. И получается, что, по сути, вы сидите в этом стане очень долго. Пушка на топе была сломлена, да. Но пока, пока никак. Шена больше не убить. Рингар продолжает туда ходить. Может быть, пора как-то Рингару начать организовывать что-то на боте. Может быть, даже организовывать что-то на миде. Ведь, если так посудить, Бьерксон уже два раза подставился под ульт Ухая. Просто так. Кстати, кто не в курсе, у Ухая, помимо Корки, которым хвастались Риуты, говорят, что один из лучших по статистике Ухая Корки получился в прошлом сплите, у Ухая есть еще великолепная Ариана, на которой у него огромное количество пент. Плюс, Риана игралась не только в этом сезоне, она игралась и раньше Хайм на миде, когда он еще играл в команде Клауд Найн. Поэтому, в практике, на этом чемпионе у него навалом. И Ариан, он знает ей, что делать и когда делать. Да, еще автоатак. Опа, Хаузер попадется под Муну, Мун дает по нему прокасты, пол лица ему сносит, кидает Ешку и подумывает, впрыгивает или нет. Впрыгивает, и Хаузер вынужден будет сейчас на таунте уходить, Мун дает ульту. Это минус Хаузер, ребят, ему никто не поможет. И шикарный килл, один соло килл от Муна. Жаль, что это все один зуб, ребят, до сих пор. Шэм по-прежнему не стоит зубов, а его как в начале игры убил Рингар, урон он себе не увеличивает, но деньги зарабатывает. Шэм по-моему сейчас 263 золота отдал ему за это, плюс опыт. Не самый высокий, но все же опыт. А не, опыта он ему толком вообще не дал, там же седьмой левел против восьмого. Я думал они одинакового левела были, не. Хаузер у нас, кстати, телепорт на бутлейн нажимает, и ЧГ тоже нажимает сюда телепорт, и тут же отменяет Хаузер свой телепорт, потому что понимает, что это херня. Сейчас он туда прилетит, его тупо затовардавит. И отмена двух телепортов получилась. Вышку на бутлейне сломают. Вайлд Тортл с Лимонейшн, ну а на топе Дабл Дифт то же самое сделают с Бай Фростом. То есть разменчик вышками произойдет. Это выгодный размен для команды Флай Квест, потому что они больше задоняли крипов Шэну, сами понимаете. Шэн, седьмой левел против девятого Болса, редчайший случай, когда Болс Адова идет впереди по левелу. Но опять же, я хвалю вообще команду Флай Квест за последний этап, который они отыгрывают сейчас. Чувствуется, что они собрались, вот жаль, что слишком поздно собрались. Но хотя Гаунтлет, мы уже с вами подсчитали, вполне им светит. У них 30 очков есть, если все сложится именно так, как сложится, а пока складывается именно так. Каким? Команде Флай Квест нужно, чтобы Энви не попали в плей-офф. А если и попали в плей-офф, чтобы они вылетели с первого круга там. Команда Энви, единственная команда, которая может помешать Флай Квестом, лишится Гаунтлета. Гаунтлета это чемпионат дополнительный. Проводится он для 4 команд, и на нем команды решают, кто поедет 3 команды на чемпионат мира. По очкам выбирают этих 4 команд. И у Флай Квестов на данный момент среди всех этих команд самый высокий показатель. Но опять же, есть еще, помимо команды Энви, есть такая ситуация, нужно, чтобы либо ТСМ, либо Клауд Найн выиграли чемпионат. Если ни ТСМ, ни Клауд Найн не выиграют чемпионат, Гаунтлета не видать команде Флай Квест. Ну, вроде это как бы легко. И учитывая, как играет ТСМ, и учитывая, что вроде бы Клауд Найн тоже собрались с мыслями, я не удивлюсь, что они отыграют эту неделю 4-0. Ну, то есть, 2 Бестов 3 выиграют, и суммарно не проиграет ни одной карты. У нас тут Лемон идет фейччек, это врыв идет Зак, Зак откидывает Ешкой класс на Лемон Нейшн. Но, к сожалению, все равно цепляют у нас Болса, Болс попытался хоть что-то сделать, Ариана только сейчас подходит, Ариана дает шикарную стяжечку, минус Браум! И в этот момент Кейтлин где-то погибла, я даже не заметил, это Мун ее нашел, сожрал где-то в сторонке, заработал себе зуб, Хай продолжает погоню за Бьорексоном, выстрел четвертый делает у нас Вайл Тортл, но не попадает. Это минус 1, минус 2, да? Да, это минус 2, весь ботлайн, команда ТСМ погиб. Сейчас, думаю, выиграет ТСМ, а вот как раз я бы сейчас сомневаться уже начал. 4-0 Мун на Рингаре. Ребята, вы знаете, что такое 4-0 Леталити Рингар? Давайте посмотрим, где умерла у нас Кейтлин, где она вообще была. А вон она где была, и она была с Саммунирспеллами, и ничего толком сделать не смогла. А теперь у нее нет Саммунирспеллов, в ближайшие 5 минут у Муна огромные возможности ее убить. Вот Лемон здесь ошибся, пытается оттолкнуть он Звена, и получилось, кстати. Получилось. Рингар еще не дошел до Даскблейда, но потихонечку он туда смещается. После Даскблейда он, скорее всего, в этой игре будет собирать сразу Гардиан Энджел, я думаю. Потому что Ариана к этому моменту доберется до своего тоже предмета, у него будет Банши, и вот став к моменту, когда появится у Рингара Гардиан Энджел. И тогда Рингар сможет тупо вбегать в пятерых игроков команды ТСМ. Звена, ну это не Звена, а Свена, Свена. Я Звена сказал, да? Я оговорился. Звен, да, он. Это Адекерри, Звена. Свен, конечно. Свен Скерин, который... Говорился, оговорился. Ревгеральдку вызывают Свен Скерин, который Свен... Как дела у Энви? Не знаю, мы не смотрели в перерыве, а между этой игрой заглянем обязательно на канал номер 2 и глянем, что там происходит у нас. Врыв идет от Зака, Зака откидывает опять Лимонача на своей Ешке, стягивает опять Зак игроков, но ничего толком этим сделать не смог. Ну, вышку сломали ТСМ, ну и вышли чуть-чуть вперед по золоту, всего лишь 500 золотых, это копейки. Свен, это Нил, да, все верно, Свен, это Нил. Сынокотик не тот, что Прэджди. Ну, согласен с тобой. Мундрингар нам показывают в этом матче. Он провел 20% времени на топ-лейне и 3 кг сделал на Хаузере. Спасибо Риутам, которые дают данные, которые мы только что видели с вами. Может быть, вы еще поставите сейчас табличку, что Вайлд Тортал умер от кого-то, от кого он там умер, я не помню. По-моему, его убил, убила Синдра. А вот то, что у Хаузера светит ему четвертая смерть, это грусть. Грусть, печаль, тоска. Рингар его цепляет. И, кстати, этот килл надо отдавать тоже Рингару, я думаю, не надо Вайлд Торталу его давать. И Рингар забирает его себе, 5 киллов. Дело в том, что Рингару пауэрспект пострашнее будет, чем у Вайлд Тортала. И любые 200, там, 250 золота, которые он будет получать, они будут его усиливать колоссально. Рингар предлагает обменять вышку медовую на дракона, и вроде как это они идут делать. Энви убивает хухи, в общем, плохо у них дела. Энви убивает хухи. А, все, я понял. Просто это сообщение, Энви убивает хухи, можно прочитать, что хухи всех выигрывает, а можно прочитать, как наоборот, что Энви убивает по КД хухи, и у команды ЦЛГ все плохо. Хухи, кстати, тоже усилил свою игру. У него появился еще один чемпион, на котором он тащит, ребят. Тот самый хухи, которого мы с вами помним на Ауральон Соли и помним на Велкозе, добавил еще себе Синдру. И реально Синдра у него сейчас опасная. То бишь, как бы, перед чемпионатом мира американцы, редчайший такой вот сезон, когда американцы выглядят намного сильнее европейцев. Сегодня мы смотрели Unicorns of Love, потенциальную команду, которая поедет на чемпионат мира. Она еле-еле, мистер и с Манки победили, какая-то бездарная игра была. Хаузер, увидев все это, говорит, и нет, я линдорангом не стану в этом матче. И сразу же флэш нажал через стенку. Наплевать, у нее там был таунт. Он говорит, к черту, к черту, просто флэш, просто болит отсюда, болит и все. Если погонится за мной, у меня еще таунт останется. Линдорангом я не буду. Сэнвин играет вторую игру на Талии. Ну, вот видите, даже Талию показывает. Но он Талию и до этого показывал, правда, она была не самая лучшая у него. Ну, если ЦЛГшники побеждают, это хорошо, учитывая, что они потеряли Дардоша. И мы увидим сегодня Дардоша, как он будет выглядеть в составе команды Team Liquid. Дело в том, что в Паунайном сегодня играть против Team Liquid, и Дардош ушел именно туда. Но об этом мы поговорим в той встрече. Ну, а сначала давайте досмотрим, что же здесь. Здесь пока все хорошо. Дасблэйд появился уже у Рингара, и пока все хорошо для команды FlyQuest. Когда какой-то мужик показывает Талию, беги. Когда Талию показывает, он два матча подряд. Хухи. Ух. Что с лесником Team Liquid? Team Liquid решили, что их лесник не очень. Team Liquid. Liquid, типа жидкая. Жидкая команда. А то у тебя команда Liquid'а. А Liquid, наверное, сейчас куплися. Думаю, у меня есть своя команда в Америке. Неплохо, неплохо. Ну, заменили его. Ну, Дардош-то по механике явно посильнее будет всех. Ну, поговорим, я говорю об этом чуть позже. Ариан отпушивает милейм постоянно, но в этот раз ей придется отфлэшиваться. Фонарь был кинут не туда, куда хотелось бы. Хаю придется давать сейчас ульту, походу, под танком. Ну, не успевает ее нажать. Нажимает такие, но слишком мало урона. Прилетает сюда Moon. Прилетает сюда Balls. Balls сражается, но не очень удачно. Moon все выбирает, с кого бы сорвать здесь куш. И пока не получается. Хаузер ловит. Шикарный таунт идет, но погибает Браум. И в этот момент Зак делает. Шикарное подкидывание по двум игрокам команды FlyQuest. Они отфлэшиваются. Минус три за одного лишь саппорта. Так разменялась команда FlyQuest. И мне кажется, Хаю надо было раньше нажимать ульту, а не дожидаться, пока пролетит Shen. Хаузер нажимает телепорт на вышку снизу. Это настолько редкий случай, который мы могли бы увидеть. Хаузер наконец-то что-то сделал. Он получил два ассиста в этом. Тимфайт есть, не три. По-моему, три даже ассиста получил. Как думаешь, как быстро Ургот на простейне появится? Думаю, в первый же день. Если его сами риуты не выключат, потому что парень, именно чемпион Ургот, уж слишком сильный получился у них. 7-15, это просто какая-то машина для убийства. И он по всем показателям подходит. Не обговорили здесь Хай с Лимонэшном, что они будут делать? Один кинул фонарь, второй потратил флэш, и потом Хай очень долго с ультой своей тянул. Когда он ее дал, уже, по сути, команда проиграла сражение. Здесь таунт, видите, босс флэшнесса, чтобы проглотить Брауму. Проглотить-то проглотил. Но хорошо, что тут у Тортла и у Муна остались флэши, и они выбежали из этого тимфайта. Мун у нас собирает еще один леталити-предмет. Это не будет Guardian Angel, как я сказал, видите. Ну и Банши у Хая до сих пор не собраны, если тоже так обратить внимание. А вот Бёрксон просто развлекается в этой игре. Получил он свою Синдру. У него 234 фарма на 22-й минуте. 3-0-1. То есть еще и почти во всех киллах команды поучаствовал. И сейчас уже собирает Войт Став и будет ваншотать того же самого Боллса. Боллс вынужден был собрать защитный предмет против магии. 2-1 был, кто 2-1 был? Кто-то был 2-1, ребят. 6-7 у нас сейчас, зато в этой игре сейчас. Вышку начали ломать здесь в команде TSM FlyQuest. Мун рядом. Мун выискивает, конечно же, слабых игроков, которые будут зазевываться у команды TSM, оказываться в одиночестве. И тогда Мун попытается их ваншотать. Благо у него это точно получится. Но найти таких игроков крайне тяжело, потому что TSM только с Зака отходят сейчас на боковые линии, видите, чтобы делать влет издалека. Аузер снова пошел пушить бот-лейн. Чагат надо вроде как отправляться его ловить, но если Чагат туда пойдет, TSM могут сразу же сделать организацию тимфайта через Зака врыва, и Шен просто прилетит на своей ульте. Поэтому надо как-то FlyQuest сейчас повременить. Повременить, скорее всего, они Маунтайна отдадут и попытаться за этого Маунтайна забрать хоть что-то. Они отправили Чагата на топ, и, видимо, будут пытаться забирать синий баф за это, плюс контроль на нашоре организовывать. Ну, Зак сейчас ищет как раз, как ворваться тут в хай, но у хай бандши появилась наконец-то. Помогли Хаузеру тут забрать дракона, и сам он не идет вниз. А вот Свен выскакивает. Потому что что же за фонари-то от Лимонейшена, божь ты мой. Куда же ты фонари-то кидаешь постоянно? Ургот очень сильный, я полностью с вами согласен. Если правильный билд делать, а игроки довольно быстро поняли, как делать правильный билд. Играют через КДР и тонну ХП. Максится W с последующим Максом Кушки. Ну, либо Ешки тут, в зависимости от того, против кого вы играете. Если играете против Милишника, то лучше Кушку. Если играете против Ранджевиков, то лучше Ешку, чтобы чаще можно было прыгать. Ох, какой тут попытка у нас от Свинскеррина была, но не очень удачная стяжечка идет от Хайл. Ловит у нас здесь Болса. Болса, правда, может на фонаре уйти. В него впрыгивает дальше Шен, прописывает Таунт, но не попадает. Мун все это время находится в инвизии. Он не знает, впрыгнуть или нет. Нет, Хаузера убивает команда Флайквест и влетает Мун. Пытается убить Дабллифта. Не получается, и Дабллифт делает на нем Кейл вместе с Бьорксоном. По-моему, это была грубейшая ошибка сейчас от команды Флайквест ворваться один в четыре. Но да, но это сейчас будет им стоить игры, мне кажется. Хотя нет, смотрите, Зака не успели убить. Правда, он перед этим успел застанить для Бьорксона игроков. И Лемон отфлэшивается, но еще один там прописывает Бьорксон. И Зак, так как жив, предлагает ТСМ просто пойти на Нашора. Грубейшая ошибка от Муна была. Я его прекрасно понимаю. То есть он не мог найти себя, вот как ворваться в этом файте. Он долго-долго-долго вот думал, вот ворваться, не ворваться, ворваться, не ворваться. И потом, когда он впрыгнул, Боллс не мог подойти. Лемон не мог подойти нормально. И просто взял и умер зонящие фонари. Да, у нас тут, кстати, Боллс прилетел мешать всему этому процессу забирания Нашора. Но процесс сработал. Зак дает подкидывание по двум игрокам. Ну и, по-моему, это конец игры, ребят. Боллс сейчас умрет, ему отсюда не убежать уже никак. Замедляет, Зак дает подкидывание, зарабатывает денежки, собирает свои плюшки. 9-8 и Снашором команда ТСМ теперь любую может в сторону идти давить. Мун хоть заработал себе 5 киллов, но выкидыш был именно его собственный. Ведь если так задуматься, они убили Шена. Они забрали у Шена ульту и спокойно могли попытаться сломать мид потихонечку, когда подошел Тортл Б. Ну вот зачем здесь было Муну влетать? Он просто впрыгнул 1-4 и сразу же получил экзост. Сразу же его стан прописывает Байфрост. И Кейтлин дает хил, остается в живых, но Абьерсон дает свою ульту и минус рингард за секунду. То есть все просто ждали врыв рингара. Ну а здесь, видите, Зак перед своей смертью успел стянуть двух игроков, через чего команда Флэйквест проиграла. Ну это ошибка. Ну ты же это и сам знал, только верил в чудеса. Ну да, в некотором роде так и есть. Я предполагал, что будет 2-0, но надеялся все же, что рингард сможет перетянуть идеалы на себя в этом матче. Мне еще не совсем нравится Болса выбор, он избрал адаптивную маску. Или это Абисал, подождите, я все забываю, как выглядит что. Там же Абисал маска тоже, как маска выглядит. Адаптивный шлем тут. Опа, извините, здесь у нас Шок Вейв по двум керри команды ТСМ. Зак, правда, вкидывает Чагата во всю свою команду. И Чагат погибает, не успев нажать даже толком кнопок. Он дал вкус, по-моему, по Свинскерину. А где все это время? Вот сейчас, где был рингард? Представляете, под этот Шок Вейв бы оказался рингард рядом. Вот и я о том же. Его здесь не оказалось. И теперь Чагату не дадут возможность убить уже Бьерксона. Стан прописывает по-бедному. Хай, у Хай погибает. Мун так и не нажал ульту. Просто бегает и смотрит на то, как его команда под осадой оказывается в осаде. Рингард, ну, обычно не боец. Вот так в этой игре и есть. Нету все еще возможности как-то ворваться у рингара. Хороший хук, но тут же прописывается там по лимонейшн. Вот тонна по нему прокастов идет. Рингард вроде нажал ульту. Нет, нет, не нажал. Просто бегает, передвигается команда ТСН гигантскому паку на топе крипов. Его никто не пошел отпушивать команды Флайквест изначально. И они сломали не только один ингибитор на бутлейне за счет убийства Ариана, но еще и ингибитор на топлейне. Что было в первой игре? В первой игре был полный подсос на протяжении всей игры. Там где-то, я так понял, на 7-8 минуте произошло сражение, после которого начался Сноубол. В этом матче все довольно ровненько шло до 23 минуты. Вот здесь бы был рингард сейчас, да, ребят? Он вроде бы здесь был, но он не нашел себя опять же. То есть хай сделан. Это Абисал мне подсказывает. Ну, я просто реально надо пособирать несколько раз эти предметы, чтобы понимать. Ну, тогда вообще адаптивный шлем я ставлю плюсик адаптивному шлему. А вот Абисал я ставлю минус. Начигать он вообще не должен быть никогда. Ну, ладно, он насчет никогда это я загнул. Там все же усиление твоей ульты на 10% это нормальная тема, но явно не первым предметом. Ну, у него не первым, а вторым СОБ. Данил Чащев это, видимо, ну, тебя решать. Такой вопрос, почему? Я откуда знаю. Этен, ты решай, почему. Блин, боже мой, что с хаем творят? Хай даже подойти не может, чтобы дать хоть один спелл. В него Синдра дает первый спелл, снимает бандши, потом Кейтлин дает автоатаку. И хай такой, блин, у меня что-то как бы осталось меньше 70% хп. Рингар со спины думает впрыгнуть в Кейтлин, но Кейтлин расставила ловушки, чтобы со спины как раз таких врывов-то и не было. Ну, и, наверное, сейчас Флайквест организует финальную инициацию. Хукает Браума, пошла рингаровская ульта, и почему-то побоялись Флайквеста дальше ворваться. Бьерксон расставляет у нас здесь возможные шарики, чтобы станеть. И Дабллифт залез внутрь своей команды, чтобы быть под прикрытием всех. Ну, и Флайквест вынужден возвращаться назад. Рингар тратит свою ульту просто так. И команда Флайквест теперь остается без трех ингибиторов. А после такого, думаю, уже выиграть точно никак нельзя. Купи обисал, чтобы всех обосс... Ну, да. Ой, тут врыв. Ух, какая шикарная ульта, Адзака. Правда, Ариана все еще жива. Ариана дает стяжечку, но Кейтлин она этим не задевает. Кейтлин стоит, стреляет. И под Кейтлин что-то как-то никто не живет, ребят. Триплкилл за Кейтлин. Квадрокилл за Кейтлин, если я правильно понимаю. Нет, Синдра один килл себе забрала. И команда ТСМ не то чтобы дико легко, были свои косячки. Но довольно задорная игра получилась у нас. С обоюдными возможностями в лейнингфазе, с обоюдными возможностями в мидгейме. Но вот последний тимфайт в мидгейме проиграла команда Флайквест. И после этого вернуться уже никак не смогла. 2-0 за ТСМ момент. Надо записать. Ну, а Флайквесты теперь только теоретические шансы сохраняют на поездку на чемпионат мира. Нет ни единого шанса теперь попасть в плей-офф. Это я уже говорил. Сейчас покажу вам еще раз, чтобы вы были в курсах. Так, не туда. Для тех, кто записи смотрит. Мы просто это уже показывали. Флайквесты проигрывают. Всего осталось 4 игры. И никак не догнать теперь команду Team Envy. И получается, что у них сохраняются шансы. Поездки на чемпионат мира только теоретические. Вот у нас табличка очков. В плей-офф попадут 2 команды, у которых нету рейтинга. Это Immortal и Envy. Immortal и Envy не были в прошлом плей-оффе. У команды Флайквест было 30 очков в прошлом плей-оффе. Для команды Флайквест, насколько я понимаю по подсчетам, ребят, нужно, чтобы чемпионом стал либо ТСМ, либо Cloud9. Одна из них. Нужно, чтобы ЦЛГшники и Дигнитасы выбили в первых кругах команду Immortal и команду Team Envy. Плюс надо, чтобы Immortal не прошли в первый круг. То есть они могут попасть в раундбай, и нужно Флайквестом, чтобы Immortal не заняли первое или второе место. Нужно, чтобы они были на третьем месте. Такой вот интересной ситуацией. Ситуацией, кстати, довольно сложно. Я сейчас про Immortal думаю. Довольно сложно выбить их с первого места. У них 2 очка преимущества. Но если это получится, то Immortal теоретически попадают на кого-то... А, блин, слушайте, это настолько глупо. Есть вероятность, ребят, сейчас я додумаю про ситуацию. Immortal могут оказаться на третьем месте, но в это время команда Envy окажется на шестом месте. И они друг с другом будут играть в плей-оффе, матч, и, соответственно, любая из этих команд пройдет дальше. А если они пройдут дальше, то Флайквесты вне сплита окажутся, вне гаунта. Они будут на пятом месте тогда по очкам. Блин, а это хреново для них. То есть просто одна из этих команд заработает сразу 40 очков. В любом случае. Сразу 40 очков. А 40 это больше, чем 30. Учим математику на моем стриме. Давайте посмотрим, что у нас там в North America LC2. Тем более, что нам все равно здесь досматривать надо. CLG победили... Я так понимаю, это 2-0 сделали счет. CLG-шники Envykov победили 2-0. Раз так произошло, тут CLG-шники с TSM-ами сохраняют пока по 11 очков. Продолжают борьбу за первое и второе место. Сейчас будем мы с вами смотреть CLG-9 в Team Liquid. Вы проголосовали за команду CLG-9 против команды Team Liquid. Как сказал один болельщик в чате, Team Liquid будет играть против команды CLG-9. Еще одновременно будет у нас матч идти... Сейчас покажу. Сейчас, так вот надо сделать. Dignitas против Immortal будет еще одновременно идти. Это на первом канале. Но Dignitas и The Immortal вы не боретесь. Не хотели вы это смотреть, не боролись в голосовании. Вот Immortal и вот Dignitas. Посильнее этот матч должен выглядеть, но все захотели смотреть CLG-9 в Team Liquid, поэтому мы выбираем их. Пикачу остаемся здесь. Ну а пока идем на перерыв. Увидимся. Это через 5-7 минут. Продолжение следует...